Чуть менее недели назад в Волгодонске стартовал конкурс «Педагог года-2014». Участники только приступили к состязанию, однако уже стало ясно – традиционное первенство с каждым годом расширяет свои границы. В этом году рекорды были побиты и по количеству участников, и по их возрасту. Самому юному педагогу, рискнувшему вступить в серьезную борьбу, едва исполнилось 21. Подробнее о том, как пройдет первенство, поговорим с начальником управления образования Ниной Билан. Сегодня она гость нашей студии. Нина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Совсем недавно стартовал, буквально на прошлой неделе, традиционный конкурс «Педагог года-2014». Сколько участников в этом году, и чем-то будет отличаться конкурс от предыдущих лет? В этом году, действительно, в четверг, в прошлой неделе, стартовал этот конкурс. Это беспрецедентное количество участников – 58 человек. У нас такого еще не было. Очень активно приняли участие в этом школе. И самое отрадное, что средний возраст педагога, конкурса «Педагог года-2014» города Волгодонска – 35 лет. Ну, вы были на открытии, видели, сколько просто, ну, в кавычках «зеленой» молодежи пришло на этот конкурс. Отличаться по схеме своей он не будет. У нас также три номинации – учитель года, воспитатель года. И в рамках «Сердце отдаю детям» соревнуются педагоги дополнительного образования. Сейчас идет первый тур, второе задание первого тура. Первое задание – это презентация, когда позиционировал себя педагог. Уже прошло, и мы опубликовали его результаты на вот сайте управления образованием. А еще какие будут этапы предстоят? Еще будет второй тур. Они будут давать уроки, они будут давать внеурочные мероприятия. У них будет круглый стол. Они будут представлять свои личные авторские проекты методические. То есть заданий очень много, но мы планируем завершить этот конкурс в середине марта, чтобы обратить свое внимание на завершение конкурса «Педагог Дона-2014», который будет в городе Волгодонске. Он откроется 7 апреля, и будет целая неделя соревнований в этом конкурсе. А мы в своем конкурсе «Педагог года» сейчас дополнительно к тому победителю, который уже точно будет участвовать, это прошлого года победитель, учитель девятой школы, он будет участвовать в конкурсе «Педагог Дона». Мы еще дополнительно хотим все-таки еще кандидатуры туда добавить. У нас есть новые номинации «Психолог», «Педагог-психолог». И есть еще такая замечательная номинация «Педагогический дебют». У нас, как вы видели, столько молодых, ну просто вот только вчера окончивших институт, но энергичных, невероятно творческих молодых людей. И мы вот торопимся завершить, чтобы выяснить, есть ли у нас достойная кандидатура, чтобы выступить на вот этом конкурсе «Педагог Дона» в номинации «Педагогический дебют». А вот вообще, насколько престижно городу принимать вот такой областной слет учителей? Это очень престижно. Во-первых, обязательно, конечно, такие на открытие, на закрытие съезжаются конкурсанты для участия в этом конкурсе с области, со всех городов, сел Ростовской области. И они не только замкнуты в своем пространстве подготовки, они пытаются вот все-таки оценить других. И, конечно, то оборудование, которое мы им предложим для проведения их уроков и для их предоставления проектов, они же тоже будут оценивать. Поэтому город Волгодонск – это не только вот образование представит свои, это образование представит свои достижения в рамках достижений города. А у нас есть что показать, поэтому мы очень рады, что выбрали нас и постараемся удивить, ну, даже немножко шокировать вот с ценностью нашего образования, его развитием, его современностью, его эффективностью тех конкурсантов, которые приедут к нам соревноваться. Три года назад Волгодонск принимал учитель Дона, тогда повезло, если не ошибаюсь, ученикам 11-го лицея, у них была возможность получить уроки от лучших учителей. Сейчас уже выбирались площадки? Выбирали, выбраны площадки. Тогда, как вы говорите, повезло не только ученикам 11-го лицея, тогда еще повезло ученикам 13-й школы города. Ну, они достойно представили, так сказать, в территорию для педагогических работников, которые съехались. Но мы же не можем все время одни и те же школы. И поэтому у нас есть еще много достойных учреждений. И в этом году для принятия педагогических работников области мы выбрали два образовательных учреждения, пятую гимназию и центр образования. Они очень удобно, рядом находятся. То есть там жюри могут буквально две минуты ходьбы, и они могут встретиться, обговорить, если вдруг что им нужно. Также и педагогические работники могут из одного учреждения легко дойти в другое учреждение. Два для школьных учреждения мы выбрали для воспитателей. Там же тоже номинации учитель и воспитатель. Две номинации вот эти. Мы выбрали детские сады «Аленький цветочек» и детский сад «Гусельки». Это два дошкольных учреждения, переживших капремонт, очень красивых дошкольных учреждения, где педагогические работники во главе с администрацией готовы и посчитают за честь принять педагогических работников. Мне остается только пожелать удачи вам, Нина Владимировна, нашим педагогам, участвующим в этих двух конкурсах. Большое спасибо, что пришли. У нас в студии был начальник управления образования Волгодонска Нина Билан. А сейчас мы привемся на короткую рекламу, после которой продолжение новостей на ВТВ.